Когда говорят, что Израиль не помогает оружием, ну в этом есть определенный уровень лукавства. Дело в том, что, во-первых, израильская военная промышленность очень масштабная по своей деятельности. Израиль является одним из основных лидеров по продажам, по экспорту вооружений в мире. Однако, когда это слышит обыватель, ему кажется, что колонны танков, самолеты куда-то продаются. Ну, это не совсем так. Оружие это такое очень широкое сегодня понятие. В Израиле невероятно развито то, что принято называть военной электроникой. Чипы и микросхемы, которые изготавливаются в Израиле, сегодня находятся на вооружении почти во всех странах, которые являются в странах НАТО производителями оружия. Если бы Израиль не дал официальное согласие использования своих компонентов, комплектующих, в различных видах высокоточного оружия, которые производят стороны Запада, по международным законам, эти страны не могли бы предоставлять это вооружение Украине. То есть Израиль с первого фактически дня войны, то есть того момента, как американцы стали и британцы предоставлять вооружение различной Украине, таким образом участвуют в этой помощи. Теперь, что касается прямой продажи летальных видов вооружения украинской армии со стороны Израиля? Ну, во-первых, израильское оружие достаточно дорогое. И я не думаю, что корректно ставить вопрос о том, что Израиль должен его предоставлять безвозмездно. Что же касается покупок такого вооружения, что, как я уже подчеркнул, во-первых, оно достаточно дорогостоящее. А во-вторых, есть такой момент. Ведь Израиль много лет находится в сложной системе договоренностей с Российской Федерацией. Тот факт, что Российская Федерация теряет свою договороспособность, не говорит о том, что Израиль, как государство склонное выполнять подписанные договоренности, имеет право политически слагать себя взятые на себя обязательства. Учитывая все эти аспекты, все эти нюансы, Израиль действительно не предоставляет летальное вооружение Украине. При этом помогать воюющей стране можно не только предоставляя вооружение. Сегодня уже не является секретом тот факт, что с первых дней ведения боевых действий проходят постоянные консультации на территории этих стран. Офицеров израильской армии и армии Украины. Сегодня уже ни для кого не является секретом тот факт, что Израиль предоставлял Украине сверхважную развединформацию, которая зачастую имеет намного большее значение, чем предоставление тех или иных видов вооружений. Сегодня уже не является секретом, а это в общем-то публично озвучено то, что Израиль безвозмездно предоставил Украине систему, которую он разрабатывал в течение более 20 лет о раннем оповещении тылов о возможных воздушных атаках, ракетных или авиационных. И эта система предоставлена Украине безвозмездно, я подчеркиваю. Это сложнейшая технологическая система, которая, кстати, не может быть внедрена немедленно, это целый процесс, но сейчас у Украины есть эта технология. Помимо этого, значительное количество израильских военных специалистов, как волонтеры, поехали и участвуют в, так сказать, военных действиях, но уже не как посланцы правительства, так сказать, носовой страх и риск, но, наверное, об этих людях тоже стоит упомянуть в данной связи. 30 лет назад, во время первой иракской кампании, Израиль столкнулся с ситуацией, что его тылы могут быть уязвимы от ракетного поражения потенциального агрессора. И 30 лет Израиль потратил на то, чтобы создать самую совершенную на сегодняшний день в мире трехслойную противовоздушную противоракетную оборону. Израиль единственное государство в мире, где на боевом дежурстве находится трехслойная вот эта вот система. Один из компонентов этой системы это действительно противоракетные батареи, железный купол. Давайте разберемся в нескольких словах, что это за система. Во-первых, почему она появилась у Израиля. Израиль столкнулся с угрозой обстрела своей территории со стороны террористических организаций, которые использовали для этого ракеты кустарного или полукустарного производства. Это примитивные тактические ракеты малого радиуса действия. Имея как бы в условии задачи ситуацию, когда террористы размещали свои ракетные установки на территории гражданских объектов, таких как школы, мечети, больницы, другие учреждения, и Израиль не имел возможности всегда эффективно отвечать огневым поражением на ракетную угрозу, Израиль выработал вот эту вот систему. Исключительно для таких очень специфических обстоятельств. И на сегодняшний день в Израиле есть некое количество установок, я не назову его точное количество, но оно позволяет удовлетворить потребности Израиля примерно на 80 процентов. Почему Израиль не производит больше таких установок? Потому что они крайне дороги. Одна такая батарея противоракетная может прикрыть средний город, но город примерно на 100 на 150 тысяч жителей, чтобы просто понимать нашим слушателям о каких масштабах идет речь. Как мы понимаем, государство Украина несопоставимо больше по площади, чем Израиль. Государство Украина не находится под ракетной угрозой со стороны террористических организаций. Украина воюет с армией Российской Федерации, которая использует совершенно другие средства огневого поражения. Система железный купол не эффективна против крылатых ракет. Система железный купол не эффективна против баллистических ракет среднего радиуса действия. Поэтому она, во-первых, для Украины неприменима, не нужна. Во-вторых, она крайне дорога. А в-третьих, для того, чтобы всю территорию Украины или хотя бы ту территорию, которая находится вдоль линии фронта, прикрыть ракетами, их нужно несопоставимо больше, чем есть у Израиля. Основной ценностью западного общества является человек, человеческая жизнь. Из-за этого санитарные потери в украинской армии ниже, чем в российской. Вот от этого идет все. А уже дальше, как инструментально украинские военные медики достигают снижения потерь, это уже дело техники. Они учатся у западных коллег, у израильских коллег, у других коллег. Они покупают оборудование более современное, они вкладывают в это усилия какие-то целенаправленные. Что-то им удается, что-то им удается в меньшей степени, но в любом случае мы видим по результатам, что ситуация с санитарными потерями в российской армии, она чудовищная. В украинской армии она значительно лучше. Я не говорю, что она идеальна, она очень далека от идеала, однако она значительно лучше. На территории приграничных регионов, которые вот и граничат непосредственно с театром военных действий Российской Федерации, я общался с коллегами, которые общались со мной не официально, не называя имен. Но я понимал, что я говорю с профессионалами и я понимаю, что эти люди мне не врут по тому формату подачи информации, который был осуществлен. Мы наблюдаем, например, сейчас случаи газовой гангрены, множественные. Это период Первой и Второй мировых войн, даже скорее Первой, потому что во Вторую мировую войну уже был стриптоцит, это сульфаниламидный препарат антибактериальный, который производился в Соединенных Штатах в огромных количествах уже и поставлялся в Красную армию по Ленд-Лизу. И использование этого препарата, в том числе при обработке ран при перевязках, позволялось снизить уровень вероятности развития такого осложнения. Так вот сейчас мы наблюдаем в Российской армии вот эти вот факты, которые свидетельствуют о том, что военнослужащему вовремя не оказывается помощь, ему не делаются перевязки, не производится это все в стерильных условиях, не используется соответствующее количество и качество антибиотиков, антисептиков и так далее, и так далее, и так далее. Первый свой комментарий по поводу войны в Украине я сделал через три недели после начала боевых действий. Тогда я сказал, что Украина принципиально стратегически в этой войне уже победила. И дальше будет все упираться в ту цену, которую заплатят обе стороны для того, чтобы в конечном итоге подписать мирный договор, который зафиксирует эту победу Украины в этой войне. Чем больше будет Россия упираться в эту войну, тем дороже и страшнее будет политическая цена для государства Российской Федерации. Теперь, что касается прогнозов. Я в свое время позволил себе прогноз и позволил я его себе еще весной, что зимой война будет закончена победой Украины. Этого не произошло, потому что случилось три вещи, которые предугадать было невозможно. Во-первых, случилась мобилизация в России. Я сказал, что в этой войне российская власть допустит все ошибки, которые можно, и вот она сделала эту мобилизацию. Я не мог предположить, что Россия объявит мобилизацию. Я не мог предположить, что будет феноменально теплая зима, которая тоже сыграла определенным образом на развитие военных действий. Ну и, чего греха таить, я, конечно, думал, что западные страны будут более интенсивно предоставлять военную помощь Украине для того, чтобы она была в состоянии совершить вот это вот свое наступление, которое положит военную точку в этой войне. И, кстати, между прочим, в данном случае нужно вспомнить речь генерала Залужного, потому что эта речь была блестящая по своей, по своему исполнению, по своему содержанию. Генерал Залужный, мой взгляд, ровно в два раза, как профессионал, завысил необходимое количество поставок, просто увеличив его ровно в два раза от минимального, да. И если вот то, что он просил, поделенное надвое даже, получит Украина в ближайшие недели или в считанные месяцы, то это позволит Украине, вот когда она это получит, закончить военную кампанию победой военной. Я подчеркиваю, военной. Что такое военная победа? Это доведение армии противника до состояния небоеспособности. Когда армия противника не может продолжать выполнять боевую задачу, не может продолжать выполнять боевые действия. Для этого нужно сделать несколько последовательных, очень простых вещей. Выход к Азовскому морю, изоляция крымской группировки, подвергнуть эту группировку последовательному интенсивному огневому воздействию по всей площади Крымского полуострова, потопить Черноморский флот и таким образом довести российскую армию до состояния деморализации и небоеспособности. Это все украинская армия сейчас может сделать при условии, что необходимые средства ведения боевых действий западные союзники им предоставят в нужном объеме.